Искоренить безработицу, обеспечить занятость населения. Следующий год в Якутии пройдет под эгидой Года содействия занятости. В ходе ежегодного послания госсобранию, общественности и гражданам, Егор Борисов озвучил, что занятость населения является основой повышения качества жизни региона. О мнении жителей республики и о планах руководства рассказывает Любовь Васильева. Статисты прогнозируют, что уровень безработности в республике к концу года составит 7,1%. Поэтому перед республикой стоят задачи решения проблем в области труда и занятости населения. В своем послании Егор Борисов подчеркнул, что корнем безработицы и бедности является слабая трудовая мобильность. И что при таких реалиях государство обязано создавать условия для населения. Отмечая важность этой проблемы, руководитель региона объявил предстоящий год годом содействия занятости. Я очень рад этому. Надеюсь, что нефтяные компании сделают какие-то квоты, чтобы не только приезжих, но и местное население побольше брали на работу. Это забота о людях. Хоть кто-то заботится будет. Мы надеемся очень, что наши работодатели будут активно участвовать в наших программах. У нас промышленность в принципе есть, куда можно устроиться. Работа по планированию года содействию занятости уже началась. Перед Кабмином и ведомствами стоят задачи в одной связке умножить достижения республики по вопросам занятости. Наша задача, конечно, чтобы местное население трудоустраивалось и как можно меньше приезжали на работу иностранные рабочие селы. Стоит вопрос, чтобы трудоустраивалась молодежь, трудоустраивалось сельское население. Мы работаем по паспортизации населенных пунктов. По проекту «Местные кадры в промышленность» в пяти компаниях Южной Якутии уже трудоустроено около двух тысяч местных кадров. В следующем году республика подпишет соглашение еще с 22 компаниями. В проект подключатся нефтегазодобывающие предприятия Олегминского Тампонского районов. «Строится большая фабрика, 6-миллионная Денисовская. Мы ее будем в феврале месяце, 10 февраля официально запускать. Сегодня мы уже набираем персонал на фабрику в объеме 340 человек. Очень надеемся, что в Нерюнгинском районе появятся и рабочие места». С помощью этого проекта Лусного центра занятости Виктор Аконечников впервые вахтовым методом работал на вырубке леса в Олегминском районе. «Очищали просеку силы Сибири. По договору я работал два месяца и собираюсь поехать после Нового года». Также, как решение проблемы занятости, руководство республики поддерживает развитие местного производства. Расширение производительных сил позволит предприятиям создавать рабочие места. Любовь Васильева, Владимир Таюрский, НВК «Саха», филиалы Ленского, Вилюйского, Мегина, Конголасского районов, Якутск.